В субботу в полдень Орловщине официально представили временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Клычкова. Церемония прошла в администрации региона. 38-летний Андрей Клычков до 5 октября возглавлял фракцию КПРФ в Московской городской думе. В партии 16 лет. О приоритетах и задачах на новом посту шла речь во время встречи с главой государства Владимиром Путиным. А это 2016 год. Масштабное всероссийское мероприятие, экономический форум КПРФ. На его площадке Андрей Клычков дал свое первое интервью телеканалу «Первый областной». Вот его фрагмент. Это хорошее начинание. Тем более мы видели достаточно широкий спектр взглядов и экономистов, и представителей промышленной части, и на закрытых заседаниях. Но главный вывод, наверное, что все приходят к мнению, что, наверное, есть проблемы в экономике. Укреплять экономику и другие сферы Андрей Клычков будет в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. Пал предпрезидента Российской Федерации в ЦФУ Александр Беглов зачитал указ президента Владимира Путина о назначении. А затем обозначил круг задач, которые, по его словам, предстоит реализовывать молодому и решительному политику. Уверен, что ваша активная жизненная позиция, целеустремленность, государственный подход придадут новый импульс развитию области и повышению благосостояния ее жителей. Будет продолжена реализация инициатив глав государства майских поручений по всем приоритетным направлениям, которые обозначены президентом. Андрею Евгеньевичу повезло, ему есть на кого опираться. Это жители Орловской области, которые славятся своим трудолюбием, профессиональным мастерством и, что самое главное, любовью к родному краю. Но и спуску никому не дадут. Если что-то не так, обязательно скажут. Здесь работает такая хорошая народная демократия, и вы это почувствуете. И к этому надо относиться с большим уважением и пониманием. Хочу пожелать Андрею Евгеньевичу успехов на новом поприще о жителе Северовской области, благополучия и процветания. Доверие президента Андрея Клычков намерен оправдываясь эффективной работой. Мои приоритетные задачи – это дальнейшее развитие региона, повышение уровня жизни его населения, реализация майских указов, посланий президента Российской Федерации. Важно создать благоприятный инвестиционный климат, создавать новые производства, новые рабочие места, увеличивать доходную часть бюджета, решать многие вопросы в образовании, здравоохранении, культуре, социальной поддержке населения. Прекрасно понимаю, что решение этих задач невозможно без широкого конструктивного взаимодействия со всеми ветвями власти, политическими партиями, гражданским обществом, опираясь в первую очередь на местные управленческие кадры и опыт. Вадим Потомский покидает пост по собственному желанию. Он получил новое назначение, станет заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в ЦФО Александра Беглова. Будет часть за вопросы экологии. Востребован в администрации президента Российской Федерации. Округ очень непростой и сложный. Здесь очень сконцентрировано много промышленных предприятий. Только четыре атомные станции. Ну и сами знаете, какой шум идет по поводу мусора. Это большая, непростая, огромная проблема. Ему придется во всех 18 объектах Федерации смотреть, заниматься, готовить предложения, то, что касается экологических вопросов. Напомним, Вадим Потомский работал в Орловской области с февраля 2014 года. Именно на период губернаторства пришлось завершение строительства большого перечня объектов социальной сферы ЖКХ. Открытие памятников и уникального православного центра в Вятском посаде. Укрепление международных и междугородних связей. Орловщина не раз становилась местом проведения всероссийских мероприятий. Принимала сотни именитых гостей. В общем, стала регионом, который у всех на слуху. Федеральные СМИ отмечают, цитата, «высокий уровень проведения юбилея Орла и максимальное выполнение майских указов». Вадим Потомский поблагодарил за доверие президента, полпреда, своих соратников, орловчан, а также пожелал успехов Андрею Клычкову. Я очень благодарен людям за их поддержку. За то, что они всегда понимали сложность некоторых решений, которые приходилось принимать, но нас поддерживали. К главным врачам областной больницы Мурадяну, детской больнице Медведеву. Спасибо. Держите эти коллективы, слышите своих врачей, помогайте им. Потому что вопросы здравоохранения сегодня выходят на первый план. И здесь надо проводить работу все больше, больше и больше. Дорогие друзья, спасибо за совместную работу. С Богом!